Момент. Пожалуй, одна из самых главных составляющих Рокет Лиги. И нет, когда я говорю «момент», то я не имею в виду суперклей или короткий промежуток времени. Момент – это понятие физики, которое по сути означает то, с какой скоростью и в каком направлении движется наша машина или мяч. Почему этому стоит уделять пристальное внимание? Давайте разбираться. На каком бы уровне ни находился игрок, с какими бы проблемами он ни сталкивался, начиная с умения нормально водить машину и попадать по мячу на месте, и заканчивая исполнением сложнейших механических движений, таких как удар с потолка или флип-пресет, их решение сводится к правильному управлению моментом в определенных ситуациях. По сути, мы пытаемся добиться того, чтобы в каждый момент времени во время исполнения необходимого движения, наш боемобиль двигался с нужной нам скоростью и в правильном направлении. Чтобы выучить таким образом необходимый нам прием, мы идем в тренировку, фри-плей или в комплекс ударов. Мы выполняем его снова и снова, и потом, в течение определенного времени, мы добиваемся того, чтобы этот прием стал частью нашей мышечной памяти. Таким образом, в определенной игровой ситуации мы научились управлять моментом на уровне подсознания. Теперь мы знаем, в какую скорость и в каком направлении нам требуется развить, чтобы исполнить то или иное движение. Но, к сожалению, большинство игроков страдает вовсе не от этого. Обо всем, что я сказал до этого, вы наверняка уже знали. Это, по сути, здравый смысл. Сказанное действительно было бы проблемой лишь в том случае, если бы игроки не знали изначально, как исполняется движение, и заведомо не могли бы его исполнить в настоящей игре. Но, как правило, это неправда. Мы умеем попадать по мячу. Мы умеем кое-как взлетать в воздух и со средненькой силой направлять его в сторону ворот противника. Мы все знаем и уже делали это раньше не один десяток раз. Но мы по-прежнему отправляемся в игру, пытаемся исполнить знакомые нам движения и без конца промахиваемся. Мы пролетаем мимо мяча, улетаем вперед него, случайно кувыркаемся назад вместо второго прыжка вверх. Почему так происходит? Потому что нам не хватает настоящего, осознанного управления моментом в режиме реального времени. По какой-то причине игроки привыкли думать, что управление моментом играет роль только во время выполнения ударов и взаимодействия с мячом. Это было бы правда лишь в том случае, если бы на поле кроме нас никого не было. Но на поле есть другие игроки. И их движение также должно влиять на принимаемые нами решения касательно управления моментом. Ответом выступает следующее. Постоянно, в каждый момент времени стоит задавать себе вопрос. Нужен ли мне этот момент? Уверен ли я в том, что мне надо двигаться с этой скоростью и в этом направлении? В этом и кроется секрет скорости профессионалов. Суть не в том, чтобы рвануться к мячу как можно раньше. Суть в том, чтобы терпеливо дождаться момента, когда вы точно будете уверены в том, что вам не помешает случайный отскок или лишнее касание противника. И как только он настанет, тут же полететь на мяч без доли сомнений. В вашей игре никогда не должно возникать таких моментов ой, когда вы начали активное движение в одном направлении, а потом внезапно поняли, что все это время вы двигались совершенно не туда. И скорее всего, поставили себя в очень невыгодное положение и потратили много буста. Давайте рассмотрим несколько примеров того, к чему приводит неправильное управление моментом. В первом примере, мой товарищ не смог хорошо ударить по мячу и улетел вперед него. Обратите внимание на то, что игрок, стараясь быть быстрее, прыгнул уже до того, как мяч отскочил от потолка, без уверенности в том, что момент, который он приобретает за счет этого прыжка, ему нужен. В результате, после отскока случился момент ой, и мой товарищ осознал, что его момент ему не нужен, и попытался исправиться в середине полета. Все это привело к панике, очередной механической ошибке и простейшему голу для наших противников. Во втором примере, мой товарищ принял решение сразу же полететь на мяч и поплатился за это голом. Проблема в том, что он еще не знал наверняка, нужен ли ему момент, который он приобрел, полетев на мяч. Сначала с его полетом не было никаких проблем, но как только противник коснулся мяча, случилось ой, и оказалось, что момент товарища был совершенно неправильным и бесполезным. Приземлившись, ему надо было спокойно поехать в сторону ворот и дождаться действий противника, у которого было очень немного опций. В третьем примере, мой товарищ, пытаясь ударить прямо по вражеским воротам, не прочитал направление полета мяча и не осознал, что его момент должен был быть направлен гораздо правее, чтобы осуществить удар. В результате он улетел далеко вперед и потратил буст, не сделав совершенно ничего.